Итак, добрый вечер, уважаемые слушатели. Меня зовут Алексей Тарасов, и мы с вами на радиоволнах специалиста. Сегодня будет очень интересная тема для разговора. Мы будем говорить с вами о таком HTML элементе, как лейбл. Вспомним, что с ним можно сделать, и еще кое-что сделаем интересное, чем мы обычно занимаемся на курсах о углубленной верстке. Ну, наш бесплатный вебинар не прошел бы, если бы немножко не было бы рекламы, поэтому чуть-чуть рекламы. Являюсь специалистом и веду курсы по веб-разработке уже много лет специалисте. И более полутора тысяч слушателей обучил и по JavaScript, и по HTML, и по другим разным вещам. И столкнулся с тем, что на курсах, после курса HTML первый, у некоторых такое странное, как сказать, понимание работы меток случается. Во-первых, некоторые вообще не знают, что такое метки, элемент, лейбл. Другие не умеют их готовить. Мы сегодня как раз поговорим о теме, как приготовить метки. Наш курс, наш вебинар будет рекламировать курс, который достаточно скоро стартует. Это курс HTML2. Именно там мы занимаемся этими вещами. Он ориентирован на слушателей, которые хотят большей точности верстки, больше работы с CSS. Поэтому, если вы первый уровень закончили, а так и не научились создавать красивый сайт по макету, то вам сюда. Соответственно, там рассматриваются многие разных тем. Селекторы, быстрое написание кода, там флексы, счетчики, оформление форум. Мы затронем сегодня фрагменты второго курса. Мы будем говорить о таком элементе, как лейбл. Ну и для текущего занятия и для курса в целом, я, конечно, очень надеюсь, что все, кто пришли, нашли время и собираются его провести с нами, они владеют основами курса HTML. Потому что, если вы хорошо не знаете, что такое HTML и CSS, а мы будем затрагивать тему, выходящую за рамки первого курса, ну, в общем, будет тяжело. Так что очень надеюсь, что все готовы. Ну и давайте, наверное, приступим. Для работы я решил показать вам интересный пример, который нашел на сайте Bootstrap. Он меня очень увлек. Bootstrap – это такой классный фреймворк, который позволяет создавать очень крутую разметку просто подключением CSS-ного файла с готовыми стилями. Вот, там в разделе Examples есть очень классный пример с так называемыми плавающими ветками. Вот я прямо там на сайте его открываю. Можете посмотреть в любой момент по этому адресу. Смотрите, что мы видим перед собой. Мы видим перед собой обычные импуты. Ну, там красивый вокруг них фокус отрисовывается. И видим перед собой что? Что вот это такое? Это обычно сразу срабатывает у всех щелчок. И все говорят – placeholder. И после первого курса HTML это нормально. Но обратите внимание, что я делаю. Я выделяю этот кусочек текста, а placeholder не выделяется. То есть, оказывается, вот эта штука – это метка. Не знаю, тут у меня масштабирование не включено, но вот здесь вот видно. Это лейбл. То есть, вот эта штука – это лейбл. А вот это вот input. То есть, лейбл поверх input размещается. И теперь, когда я начну сюда что-нибудь вводить, вот эта метка, она куда уезжает? Вверх. И вот эта уезжает вверх. А когда я удаляю содержимое, она возвращается обратно. И вот эта возвращается обратно. Понятная идея, да? Вот. Именно вот об этом я хотел бы рассказать. Но, как обычно, это бывает на концертах на разных. Сначала идет кто? Группа разогрева, да? Вот. Сначала хотел бы про группу разогрева забрать. Вот. Во-первых, метки чаще всего используются с чекбоксами. Да? Или с радиокнопками. Что происходит? Вы обычно, мы обычно помещаем какой-нибудь чекбокс рядом с меткой и связываем их так, чтобы при нажатии на чем? На метке у вас выделялся чекбокс. Первый из вариантов – это просто input поместить в label. Да? Ну, у меня тут рядом, как обычно, на все случаи жизни, уже приготовлен залогиненный коды pen. Вот такой вот. Поэтому я там буду работу делать. Кто с этой штукой не знаком, знакомьтесь. Это возможность писать HTML и CSS сразу по горячим следам и видеть результат. Вот. И пару маленьких примеров. Вот, допустим, у меня есть форма. Да? Я быстро ее пишу, так как мы пишем на курсе HTML2 обычно. И дальше я указываю input. Причем у input указываю type равняется чекбокс. Да? Бах! Вот он, чекбокс. А рядом у меня идет метка – label. И вот смотрите. Когда я разворачиваю метку, у меня вот здесь описывается атрибут for. То есть, если у нашего чекбокса будет некоторый идентификатор и у метки будет описано название в атрибуте for этого же идентификатора, согласны на все, то в этом случае, если мы будем нажимать на вот эту штуку, у нас она будет выделяться. То есть, еще раз, у нас есть два варианта работы с метками, с чекбоксами. Первый вариант – это взять чекбокс, поместить внутрь метки, и тогда фу, здесь не нужен. Вот первый вариант. Получается, по списку у меня второй по количеству, да? А вот этот первый. Как вам удобнее, так и делайте. Раз, 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 раз. Вот оно работает. Это первый вариант применения меток. Самый базовый. Вот об этом я даже на первом курсе рассказываю. Поэтому для большинства из у нас, находящихся на вебинаре, это может быть секретом или проблемой какой-то. Вот. Есть более интересное применение. Ну, я тоже, опять же, заранее приготовил небольшой примерчик. Некоторое время назад снимал видео по тому, как сделать стилизованные чекбоксы. Потому что вот эти чекбоксы, ну, посмотрите, какие не страшные. Дизайнер же никогда не согласится, чтобы у нас на сайте остались такие. Поэтому можно сделать чекбоксы, которые будут красиво отрисовываться. И поскольку метка связана с нажатием, с самим чекбоксом, то точно такая же работа происходит. Какая? Делается input, делается label, да? И у нас, соответственно, стили навешиваются так, что мы можем уже теперь, нажав на текст, рисовать вот такие флажки. Второй способ применения меток. Ну и, наконец-то, мы возвращаемся к нашей теме, к нашему содержимому. Не к чекбоксам, вот которые я сейчас тут делал, а к варианту, который мы видели на сайте Bootstrap. Напомню, вот в таком вот варианте, когда у нас есть два поля. И мы хотим, чтобы уезжало содержимое, описание куда-то выше влево, если мы будем вводить этот текст. Вот давайте заготовим некоторую структуру. Ну, кто был на моих курсах, они знают, что я очень сильно люблю всегда все, что находится в форме, заключать в div с классом row. Это пошло тоже с момента, когда нагляделся в Bootstrap, поэтому вот я сейчас делаю два divа с классом row. Ну, использую при этом Emmet, потому что на бесплатном вебинаре нельзя печатать медленно, надо больше работать со смыслом. Кто Emmet знает, я вас поздравляю, кто знает себе в черновичок и посмотреть на засуге, да, Emmet, заверстка. И дальше я указываю, что у меня внутри будет находиться два импута, причем рядом с этими импутами у меня будут находиться лейблы. То есть еще раз, у меня будет два импута, два лейбла, вот такая приблизительно структура. Вот она. Единственное, что вот сейчас этот Emmet у меня не супер красиво этот код подразместил, я вынужден немножечко красоту, что я называю красотой, размещение элементов на одной ширине, вот так вот, да, немножко масштаб поменяет, видно там, да, я надеюсь видно, если нет, то напишите. Вот, я привожу это все к вот такому результату, а дальше я говорю, что как и в бутсаповском варианте, у меня первое поле будет позволять вводить какой-то текст, да, чтобы не забываться, я скажу, что это placeholder имя, имя должно появиться сейчас, появилось, и второй placeholder будет у меня отвечать за что? За пароль, но пароль тут писать бессмысленно, потому что звездочками все отобразится, поэтому можно сразу нарисовать звездочки, а вот здесь вот поменять все на password, ой, теперь это будет уже пароль, даже если я вот сюда что-то буду вносить, видите, это действительно пароль. Вот сюда, в лейбл и в лейбл я напишу одноименные, как бы, значения, да, почему, ну, так мне удобнее сориентироваться, это будет имя, это будет пароль. Обратите внимание, кажется, может показаться, что случайно метки, то есть лейблы, идут после импутов, но нет, это основная фича таких вот примеров, когда вы лейбл помещаете после импута. Дело в том, что в CSS есть такой селектор, который в зависимости от работы с импутом может действовать на соседний элемент, это селектор плюс, абсолютно верно, да, хорошо, у нас некоторые узнают. А если я лейбл поставлю до импута, я не смогу при нажатом импуте действовать на что-то еще, поэтому обязательно лейбл ставится там. Теперь я вынужденно добавляю некоторые идентификаторы, пусть вот это будет у меня first name, это будет имя, а вот здесь будет идентификатор, соответственно, обозначающий пароль, здесь уже не будет никакой эближно-нотации, вот пасворды, как вы видите, тут ничего экстраординарного я еще не успел написать, это продолжается чистейший HTML 1. Из того, что меня очень раздражает и без чего я не могу обойтись, это автокомплит. Дело в том, что когда пишешь вот такие вот примеры, со временем, когда вводишь какие-то данные в поле, они начинают вот здесь вот выскакивать и раздражать, поэтому я выключаю автодополнение и теперь при повторных вводах у меня это отрабатывать не будет. Вот такая форма. Я ее на всякий случай сохраняю, она доступна по вот такому адресу, слушателям вебинара я ее могу кинуть в чат, вот сейчас кидаю. Тем, кто у нас в аудитории, я предлагаю просто посмотреть, в конце занятия я в сетевую папку всем раскину и в нашу секретную группу ВКонтакте, для тех, кто у меня отучился, тоже этот материал скину, что вам должно будет все понравиться. Ну а теперь мы приступаем к самому интересному, а именно к заполнению CSS. Вот это можно немножко подуменьшить, что работа с CSS пойдет, и будем только успевать правила писать. Первое правило, которое мне понадобится написать, будет применяться для всех HTML элементов. Но с чем нужно поработать? Со шрифтом. Не могу не работать со шрифтом, всегда говорю так. Один. Ем. Сансериф. Шрифт становится без засечек, мне это приятно, нравится, не могу от этого отказаться. Дальше указываю свойства, которые на практике, на первом уровне, о нем вообще разговора обычно нету. Но это свойство, тем не менее, очень важное. Это бордербокс. Те, кто у нас не сталкивался с этим, они сталкивались с такой проблемой на первом курсе. Вы задаете ширину элементов. Задаете ему пэддинги. И задаете ему бордюры. И общая ширина элементов складывается из этих всех величин. И это безумно раздражает. Так вот, если сказать, что бокс, сайдинг, бордюры, бокс, у нас ширина указанного у свойства виз будет включать в себя что? И ширину пэддинга, и ширину бордюров. Вот так вот, к кратству, можно об этом свойстве рассказать. Подробнее, естественно, смотрите. Включите там в доках, там еще где-то. Очень полезные свойства. Очень часто разработчики любят так вот делать. Он упрощает работу. Дальше. Не могу отказать себе удовольствии. Не нарисовать какой-нибудь цвет фона. У меня тут запланировано F2, F2, F2. Чтобы создать вот такой вот эффект, когда фон серенький слегка, а импуты беленькие. Я на своих курсах всегда говорю, я не дизайнер. У меня отсутствует возможность придумать что-то красивое. Поэтому, по аналогии с бутстрапом, подсмотрел, там фон серенький. Тут у нас беленькие импуты. Все классно. Теперь мне нужно заняться классом строкой. Да? То есть, вот эти вот элементы у меня находятся в каждой своей строке. Что нужно сделать? Во-первых, я задаю position relative строки. Почему? Потому что импуты и лейблы будут сейчас абсолютно позиционироваться. Опять же, абсолютно позиционироваться. Импуты и лейблы внутри. Те, кто не сталкивался с этой проблемой. Если мы абсолютно позиционируем первый раз что-то, оно позиционируется очень четко, но никто не помнит как именно. И получается проблема. А если я говорю, что у родительского элемента position relative, абсолютное позиционирование внутри, точка row, будет идти от левого верхнего угла этого относительно спозиционированного точка row, класс row. То есть, я себе упрощаю сразу работу. Дальше. Я говорю. Пусть будут тут небольшие паддинги. По 26 пикселей. Что-то как-то не очень небольшие, не очень, слишком они большие не получились. Так, давайте на время поменьше сделаю. По 6 пикселей. Окей, пусть будет по 6 пикселей. И, пожалуй, пока что все. Теперь я начинаю работать с нашими импутами. Ну, возможно, кто-то огорчится. Я по-прежнему буду сейчас про красоту говорить. Во-первых, мы укажем, что цвет внутри импута будет серенький. То есть, если я вот сюда что-то введу, видите, да? Он будет серенький. Так можно делать? Ну, да, так можно делать. И, во-вторых, BD+, позволит мне создать небольшой... А, не BD+, ах ты ж. BDRS. Border Radius. BDRS позволит мне создать небольшой радиус, который, пусть у меня будет равен, например, 1 ему. Ну, как-то вот так. Да, многовато, да? Давайте сделаем поменьше. Давайте сделаем сколько? 1 десятую. Можно так сделать? Да, все знают, что если там норик, можно написать сразу лично в разделителе, и все хорошо. Теперь, обратите внимание, что когда я навожу на наш элемент, у него появляется фокус. Видите, вот этот фокус? Встроенный, синенький. Вот этот вот outline. Мне хочется, чтобы у меня фокус у импута был свой. Поэтому я использую здесь то, что многие знают, как псевдокласс, который позволяет оформить input, когда на него мы либо нажимаем кнопочкой, мышкой, либо табом обрабатываем его. И здесь мы вспоминаем свойства Box Shadow. Box Shadow потрясающее свойство. Это работа с тенями. Было время, когда я на первом и об этом не рассказывал в курсе. Сейчас рассказываю. Поэтому вы тоже, по идее, должны быть знакомы с этим свойством. Тут первое число смещения по X тени. Второе число смещения по Y. Третье число это размытие. Как вы видите, у меня все по нулям. А вот это число, которое указывает размер, толщину тени, если я без размытия ее сейчас указал. И я задаю какой-нибудь цвет. Заранее его подобрал. 149, 197 и тут 243. Нормально так? Ну там полупрозрачность. Вот проверим, давайте как это работает. Смотрите, раз навел, два навел. Ну, чем я хуже, чем в Буцрапе? А? А вот лайн только убрать и все нормально. Дальше. Я здесь говорю. Ну, так, чтобы совсем, так сказать, никто не придрался. Пиксель солит и какой-нибудь цвет. Ну, там, типа там 7.1 AA F8. Это цвет, который позволит мне саму даже рамку делать вот тут вот синенькой. Видите, да? Вот она. Вот она отрабатывает. Все нормально. Вот она. Вот. Ну, а вот лайн я там думаю, что попозже уберу. Будет сейчас момент. Конечно, конечно. Теперь, смотрите. Теперь я начинаю работать с метками. То есть вот этими вот меточками, да? Значит, я первым делом говорю. Меткам нужно задать цвет текста. Они же будут у меня где? Они же будут у меня внутри инпутов. Поэтому пусть будет тут цвет такой же, как и там раньше был. Вообще-то вы можете на досуге посидеть и сгруппировать, чтобы цвет один раз можно было указывать. У меня сейчас эти приходится два раза указывать. Не очень круто. А дальше я говорю, что буду использовать свойства тоже, которые на первом курсе мы не часто затрагиваем. Транзишины. Это с анимацией связано. Элемент появляется, отрабатывает свойства. Нет, нет. Что я хочу в этом свойстве сказать? Я хочу сказать, что все свойства, которые будут меняться, дальше указываю время изменения и формулу появления. Мы сейчас не будем вдаваться в подробности. Какие там еще есть? Их очень много. Это формула скорости изменения свойств. Быстрее в начале, быстрее в конце, быстрее в центре. Там есть много их разных формул. А вот дальше смотрите, что происходит. Я сейчас хочу все вот эти элементы, которые я написал, спозиционировать абсолютно. Что я делаю? Я говорю, элемент, который у нас type text. Что за квадратные скобки? Ну, опытные разработчики сталкивались и знают, что есть такой селектор, как селектор по атрибуту. Другими словами, я сейчас говорю. Я говорю, эй, ты, элемент какой-то с типом текст. Ну, а у нас только input с типом текст, поэтому тут все классно. И дальше говорю, и ты тоже кто? Password. Да, и ты кто? Метка. То есть вы все. Эй, вы. У вас будет кто? У вас будет что с позишеном? Он будет absolute. Absolute. Ну, и вот я ему указываю. Все. Теперь он меня абсолютно спозиционирует. Видели, что там страшное случилось сейчас с внешним видом? Они все скомкались. Они не заданы никак. Ну, поэтому начинаем чистить. Left 0. Раз. Top 0. Два. То есть я что делаю? Я их размещаю точно в левый верхний угол. Хотя они и так там по-хорошему. А дальше я им задаю паддинги, которые позволят мне их расположить, так как я заранее сориентировался. А вот я беру и говорю 10 пикселей, 2 пикселя. Ну, там не все еще так, как хотелось бы, но вот у меня сейчас уже вот на этом вот, на что, на вот инпуте текст лейбла, метки располагается где? Над инпутом. Ну, то есть я достиг того, чего хотел. Не всего, конечно. Вот. Я уже 22 минуты рассказываю про вебинары, про тему. Надо сделать маленькую паузу на вопросы-ответы. Друзья, пожалуйста, напишите вопросы в чате или в аудитории, задайте, все ли понятно, все ли норм. И потом я продолжу повествование, все ли нормально идет. Следующее свойство, которое мне понадобится, свойство, которое мне понадобится задать, будут касаться только элементов вот этих вот. Вот этих вот. Input Type Text, Input Type Password. Как уже предложили нам в аудитории и как я планировал, я убираю Outline. То есть теперь вот эта вот синенькая маленькая рамка, это действительно моя рамка, а не кажущаяся обводка, которая была раньше. Запомните, Outline по умолчанию всегда такая вот синенькая рамочка, которая показывается, если вы ее не почистите, она будет вас всегда преследовать. Более того, вот обратите внимание, то, что сейчас бордюр по умолчанию у меня такой вот дефолтный из 90-х. Вот тут вот тень, вот тут вот что, как будто свет, как будто вдавленность, да, исправляем. Говорим, бордюр, однопиксенный, сплошной, серый. Вот так вот. И бордюр становится таким вот человеческим, нормально. Вот уже, уже лучше. А дальше происходит то, а, только присоединились, ну ничего, ничего, подключайтесь, потом в записи посмотрите продолжение. Ну надо же, они все быстро получились подключиться. А дальше я вам хочу показать то, с чем, честно признаюсь, сам познакомился позавчера, но я не знал, что это есть. Это псевдоэлемент плейсхолдер. Оказывается, цвет плейсхолдера можно менять при помощи псевдоэлемента плейсхолдер. То есть я беру вот эти вот, чего, селекторы и говорю, двоеточие, двоеточие, плейсхолдер, да, прям по названию, чего, атрибута. И хочу, чтобы цвет у плейсхолдера был color transparent, то есть прозрачный. И у меня звездочки пропали у пароля, у имени там не видно, но тоже там слово имя из плейсхолдера пропало. Представляете, как здорово. Некоторые сейчас могут, конечно, озадачиться и спросить, Алексей, а зачем мы вообще плейсхолдер писали, если мы его прячем? Друзья, ну, как обычно. HTML, HTML, плейсхолдер должен быть, автокомплейт должен быть, а CSS, CSS, это уже задача оформления, так что спрятали, все нормально. И теперь, вот теперь, мне нужно сделать самую интересную, самую классную, самую важную часть, самый фрагмент, это вот это вот уезжание, когда мы начинаем что-то вводить. И еще один новый, а может быть для некоторых два новых селектора, мы сейчас узнаем. Итак, попробуем в ней вводить. Во-первых, я говорю, что выбираю элемент input type text. А дальше я использую селектор нот. Между прочим, CSS третьим, эта штука давным-давно работает. Она применяется тогда, когда вы хотите выполнить отрицание селектора. Я не скажу, что это простая вещь для тех, кто, опять же, только-только-только завершил. Но вот она очень полезная, она очень интересная. Зачем же я ее буду использовать? Я применю псевдокласс. Так, на сегодня это последний новый псевдокласс, который я буду использовать. Который называется placeholder show. Эта штука говорит нам, что будет определяться, показывается или не показывается у меня placeholder в моем input сейчас. То есть, проще говоря, другими словами, эта фраза означает. Если у нас сейчас placeholder не показывается, то тогда применить стили. Так, давайте на русский переведу, потому что я сейчас сам сказал и не совсем понятно. Значит, по-русски. Когда в элементе ничего не введено, показывается placeholder. А когда вы в input что-то ввели, placeholder не показывается. То есть, этот селектор для того момента, когда кто-то что-то ввел внутрь. Понятно, да? Уже лучше. И мы применяем селектор соседа. А берем, говорим. Если кто-то что-то ввел внутрь placeholder, внутрь, в смысле, элемента, извините. То мы красим лейбл. И не только вот этот лейбл, но еще и лейбл какой? Который есть у пасворда. Здесь вот берем и говорим. Пасворд. Вот оно. Нормально, да? Вот оно. Остается сделать совсем чуть-чуть. Сказать, что у нас размер текста, placeholder станет меньше. Ну, я сделаю здесь 9 пикселей. Запланировал 9 пикселей. И немножечко там с маджином поработаю. Потому что, ну, в общем, опытным путем была получена такая вот формула. Когда вверх на минус 4 пикселя, в общем, приподнять нам нужно текст. Беру, говорю, что-то ввожу. Видите, он уезжает. Обратно помещается. Так, единственное, чем я сейчас очень недоволен. Я почему-то не вижу сейчас, где у меня накладка, почему поля наехали. Сейчас еще раз проверю, что я не так сделал с импутами. Где-то вот откровенно у меня там пробильчик стоит. Неужели, неужели, неужели с паддингами я вот тут вот, ну-ка. Да, смотрите, я с паддингами тут немножечко накосячил. Сейчас опытным путем сделаю тут пикселя 22. Во. И вот теперь смотрите, какой у нас результат. У меня показываются два импута, две лейбла, два лейбла. Я ставлю курсор. Он мигает в пустом импуте с отображающимися лейблами. Да. И как только я начинаю вводить, ну, там, какой-нибудь пароль там, Олег, логин, Олексей. У меня эта штука уезжает. Опять удаляю. Смотрите, раз. Раз, она возвращается. За счет чего? За счет транзишна. За счет прописанных нами псевдоклассов. Раз, написал. Раз, удалил. Никакого джаваскрипта. Есть решение с джаваскриптом. Зачем, так сказать, тянуть то, что нам здесь не нужно. И если мы сейчас сравним то, что мы видели, с тем, что у нас в бутстрапе, вот оно. Во-первых, фокус туда-сюда переезжает. Вот оно. Во-вторых, уезжает все содержимое. У нас будет абсолютно такое же решение. Сейвлю, можно посмотреть этот результат сразу на своей странице. Вот такое изящное решение я хотел вам сегодня показать и рассказать. Я надеюсь, что вам он понравится. Вы в своих проектах сможете использовать, потому что ссылочку на это решение вебинаристам уже отправил. Нашим слушателям в аудитории. Сейчас это отправлю. Вот. И у нас нужно, наверное, формальные слова финиша вебинара сказать, чтобы перейти уже к спокойным вопросам, ответам. Ну, во-первых, хочу сказать, что ответ реклама. Даты ближайших курсов по HTML2. У нас ближайшие 26 ноября. С 10 до 5 у нас там такой серьезный ежедневный формат, очень сильный интенсив. В общем, кто готов сражаться, прошу, приходите. Будем разбирать интересные темы. Вот. А дальше потом аж 2 декабря, но там по воскресеньям. Ну, кстати, некоторые любят такой формат, потому что успевают домашние работы сделать, если преподаватель задает. А я задаю домашние работы выполнять. И, в общем, за неделю переварить то, что было сказано. Вот. Ну, и мы с вами переходим в сессии вопросов-ответов. Уже можно свободно, спокойно их задавать. И, как бы, я постараюсь на них ответить. Нового. Ничего больше рассказывать не буду. Было и так много чего сказано. Поэтому, пожалуйста, прошу, вопросы, замечания, пожелания задавать, писать в чате, аудитории озвучивать. Поскольку вопросов пока нету, тогда я сделаю следующее. Вот здесь, вот, ниже нашего решения, я на память вам, маленький бонус-презент оставлю, описание того, как делаются, стилизируются радиокнопки и чекбоксы, которые я заснимал ранее. Вот такой вот адресок, вот, слушайте им вебинары, и вот тоже сейчас вот так вот скину. Ага, отлично. Вы сможете в любой момент его посмотреть, попробовать. Также я скидываю пример с ссылкой на бутстрап, потому что кто-то, возможно, не занимавшийся бутстрапом, захочет посмотреть, что же там было, как оно работает, почему вдруг я этот вебинар решил так вот озвучить, если вам понравится, вы захотите бутстрап изучать и так далее. На этом наша официальная часть вебинара подходит к завершению. Я всех благодарю, что вы нашли время, приехали, кто-то подключился, слушали. Первый вебинар в этом году, в течение которого никто резко не отключился на протяжении всей сессии. Вот. Надеюсь, вам он понравился, и вы при просмотре повторном его видеозаписи или при рассмотрении вот этих фрагментов кода обязательно будете использовать его на практике. Ну и также жду вас на своих курсах и на курсах Центра специалистов. У нас больше тысячи курсов в любых форматах, в любых формах, временных рамках с утра, вечером, по субботам, по воскресеньям. Поэтому, да, спасибо вам, Ирина, что приключились и послушали. Всем всего доброго. Вот. И до свидания. Всего доброго, Максим. Всего доброго, Евгений. До свидания. Надеюсь, пригодится трюк. Да. Спасибо вам. Пока. У нас вопрос в чате, как добавить вот текущий код на страницу. Я же работал в Кодепене. Смотрите. Я беру вот это вот содержимое и создаю обычный HTML файл и всю форму помещаю куда? В боди. Понятная идея, да? Вот. Ну, не в Кодепене, естественно, а где? Ну, в каком-нибудь редакторе. У меня сейчас тут под боком, скорее всего, должен быть Notepad++. Я с ним обычно на занятиях работаю. Поэтому вот он у меня. Вот он у меня, да? Notepad++. Вставил. Вот она формочка. Файл сохраняю как, ну, например, прям грязно. На рабочий стол, как индекс HTML. Вот она, наша форма. Вот она, наша форма. Вот она, описание того, что у меня идет. Пример плавающих меток. Не в смысле флоу, а в смысле, которые уезжают куда-то, да? А потом, чтобы стилевой файл не подключать, чтобы все в одном месте было. Ну, я сейчас ленивого разраба изображаю. Не который там стремится все сделать там по полочкам, но так, чтобы все в одном месте было. CSS докидываю прямо вот сюда. Вот прям беру вот этот вот CSS, Ctrl-C, и вот сюда Ctrl-V. Он выглядит теперь у меня вот так страшненько. Запускаю в Chrome, ба-бах. Не надо переводить эту страницу. И что же я вижу? Тот же самый эффект абсолютно. Один в один, да? То есть вот так вот я разместил HTML в разделе стайл и заместил CSS. Помните, как работать с линком? Да, пожалуйста, сделайте через линк, через стайл, и будет вам счастье. А я возьму опять вот это еще содержимое и через постебин вам эту ссылочку закидываю. Прямо вот так вот. Раз. Скажу, что это у нас HTML. Ну, это вот персонально для любови, да? Вот, create new. Ух ты, у меня даже ни капчу не показал. И вам ссылка в чат. Это весь код вместе в стандартной HTML страничке через редактор. Можно посмотреть, использовать в любой момент. Хороший вопрос. Спасибо. Еще вопросы? Я еще раз благодарю всех, кто нашел время и подключился. И искренне надеюсь, что вам понравилась тема. Используйте HTML на своих сайтах. Делайте крутые страницы. Вестайте круче, изучайте JavaScript, изучайте HTML, изучайте другие технологии, которые помогут делать круче, больше, интереснее. Всем всего доброго и пока. С вами был Алексей Тарасов и Центр Специалистов.